Чего общего у этих многоквартирных домов? Ответ их состояние. В капитальном ремонте нуждается все от кровли до подвала. И таких домов в гарнизонных городках десятки. Долгое время управляющей компанией у всех них значилось УК «Славянка». Сегодня управляшка перестала действовать на территории Бурятии. И главное наследие, которое оставило после себя, это горы работы. А что ей действительно удалось, так это полностью уничтожить репутацию коммунальных служб. Люди, живущие в так называемых военных городках, давно не верят никаким обещаниям коммунальщиков. За услуги ЖКХ кто-то платил исправно, кто-то не внес ни копейки. Так зачем платить, если результата все равно нет, резонно задаются вопросом местные жители. Однако время идет и все меняется. А власти распорядились. Семьи военнослужащих должны жить в комфортных условиях. Теперь за территорию этих городков ответственность несут власти Улан-Удэ. Как только это случилось, лед тронулся. В гарнизонные городки назначили управляющую компанию. Работа закипела. Ну конечно у нас после «Славянки» там полная разруха, можно сказать так. Денежки не вкладывались никуда ни в капитальный ремонт, ни в текущий ремонт, ни в содержание, ничего нет. И было принято решение о том, что хотя бы нам закрыть тепловой контур. Потому что тепловой контур дает 2 градуса плюсом в квартире. Если у нас качественно закрыт тепловой контур 2 градуса плюсом. Если у нас получается котельная соснового убора не додает тепло. Ну вот, 18-19 градусов, то 2 градуса это уже 21, это уже норма. Хотя бы мы таким образом могли бы обогреть. По мановению волшебной палочки все в порядок не привести. Остается кропотливый труд. Сейчас приводится в порядок подвалы многоквартирных домов. И речь не только о чистоте. Производится замена всех труб, какие только можно представить. Перекладываются электрические провода, в подъездах зажигаются лампочки. Ну, в данном доме, как и в 30 других домах поселка Сосновый Борг, был произведен капитальный ремонт по подвальным помещениям. Заменены коммуникации по водоотведению, заменены коммуникации по теплоснабжению, горячему водоснабжению. Произведена уборка подвалов, подвальных помещений. Но еще не в полном объеме, не все дома убраны. Что касается подъездов, то буквально в каждом требуется как минимум косметический ремонт. В некоторых парадных еще можно отметить качество красок, производимых в Советском Союзе. Но справедливости ради отметим, в некоторых стены и перила уже освежили. Поменяли батареи, входные группы, где-то заменили окна. К слову, на замену окон только в одном доме было потрачено больше 450 тысяч рублей, а таких уже несколько. Вскоре старые рамы заменят во всех оставшихся многоквартирных домах. Сегодня городские власти уделяют этим поселкам самое пристальное внимание. По депутатским наказам мы много вкладываем в военные городки. Ну так, например, я как депутат уже построил более семи детских площадок. Помимо этого сегодня уже решен вопрос и вроде бы есть договоренность с комитетом городского хозяйства. И я уже запланировал деньги на восстановление освещения уличного. И уже мы начали работу по этому вопросу. Последствия многолетней коммунальной разрухи во всех трех поселках, Сосновый Бор, Станция Дивизионная и Звездные Стольцами заметны до сих пор. Но сотрудники управляшки стараются успеть везде. И изменения к лучшему тоже видны. Что-то стараются делать, что-то пытаются и делают. Буквально на наших глазах бригада ремонтников Карпела над прорывом трубы горячего водоснабжения. Из-за этой аварии часть поселка Сосновый Бор осталась без тепла. Разобрать закодированный диалог слесарей нам помогло начальство. Со времен Советского Союза с постройки гарнизона капитального ремонта на сетях не было. Поэтому сети очень изношены. Проржавевшие трубы, что дает о себе знать. И дает себя знать на качестве отопления в домах. Вот сейчас в данный момент что произошло? Вот почему вот парит землю и стоит экскаватор? Все то же самое. Это порыв системы отопления сетей на сетях. Сгнившая труба. Сейчас вот работники ФГБУ готовятся к замене участка трубы. Нашу съемочную группу заметила чета пенсионеров. Спустя пару минут бабушка вышла к нам в легком свитере и сама завязала разговор. Какая ваша просьба? Ну чтобы поменять тут. Это что заходит как в конюшу. Не так? Похоже. Мы же за это платим. Просто так не живем. Женщина начала рассказывать о шуме, ремонте в подъезде и подвале, пока не узнала среди прочих инженера управляющей компании. В подвале у меня все время воняло. А сейчас перестало? Сейчас перестало. Вот товарищ Седов. Вот хороший человек. Хороший начальник. Как звонил, тот же все делает. Но это же не устроило. Это было, наверное, кто знает, может 50 лет тому назад. И до сих пор так и остается. Пожалуйста, поменяйте. Эта женщина, как и принято у людей советской закалки, платит по счетам исправно и уже давно ждет ремонта в своем подъезде. Кажется, дождалась. Скоро здесь поставят новые двери. Я уже 30 лет живу здесь. Так что это моя вторая родина. Здорово. Очень рад, что вам здесь. Нравится. Очень нравится. И люди. Вообще все. Только то, что удобство не очень важно. Пожалуйста, поменяйте. Хочу немножко жить хорошим удобством. Удобствием. Вполне резонное заявление, тем более, когда в других районах Улан-Удэ заметны изменения к лучшему. Там и тут открываются спортплощадки, строятся дороги, обновляется инфраструктура. Журналисты не успевают рассказывать обо всех программах, благодаря которым обновляется город. Сегодня в отдаленных микрорайонах, где живут семьи военнослужащих, строятся школы, проводят капитальный ремонт соцобъектов. Власти города и республики делают все возможное. Алексей Самбович пошел на то, чтобы из-за анноса действия были выделены средства, довольно-таки крупная сумма, 3 миллиона рублей, которые именно пошли на укрепление материально-технической базы этих домов, на сохранение теплового контура. Никто не скрывает, работы много, но никто и не отказывается ее выполнять. Главное, с мертвой точки дело сдвинулось. Темпы увеличить можно, говорят в самой управляющей. Дел хватит и на зиму, и на весну, и на лето. Однако есть проблема. После нескольких лет разрухи за услуги ЖКХ платят меньше третье население. Наш сбор, именно 27%, мы только можем содержать наших работников. Не дай бог, они разбегутся, это все. Я уже свою заработную плату с самого начала отдал ее на пользу самих жителей. Я не получаю заработную плату оттуда. Но это целенаправленно, только для того, чтобы хотя бы навести порядок. Но этих средств никуда не хватит. Чтобы не быть голословными, компания «Стройкомсервис» займет место управляющей компанией в трех городках на ближайшие пять лет. Все сложности в организации понимают и рассчитывают делом вернуть доверие местных жителей коммунальным службам. Ну а если оплата жителей на содержание жилья станет стабильной, гарнизонные городки еще быстрее превратятся из богом забытых мест в удобные и комфортные микрорайоны. Субтитры создавал DimaTorzok